Здравствуйте! Новости Москва-Баку. Минобороны Азербайджана также сообщили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные меры реагирования на провокацию. По информации ведомства, потерь среди личного состава и техники в рядах азербайджанской армии нет. В свою очередь, Минобороны Армении опровергает сообщение азербайджанской стороны об обстреле ее позиций. Ведомстве утверждают, что обстановка на границе относительно стабильная. Несмотря на инциденты с обстрелами, которые время от времени случаются на границе, на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе и восточном Зангизуре, с момента окончания военных действий специалисты очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов свыше 7,5 тысяч гектаров. За этот период обнаружено и обзврежено 10 600 противопехотных мин, 4865 противотанковых мин, а также 14 тысяч неразорвавшихся снарядов. Совместная оценочная миссия ООН, Всемирного банка и Евросоюза на освобожденные территории Азербайджана состоится на следующей неделе. Об этом накануне сообщила резидент-координатор ООН в Азербайджане. Эксперты оценочной миссии ООН, Всемирного банка и Евросоюза совершат визит на освобожденные территории Азербайджана с 7 по 17 марта. По словам координатора ООН, цель поездки данной миссии – ознакомление и оценка ситуации для более эффективной поддержки процесса восстановления освобожденных регионов Азербайджанской республики. Между тем, на освобожденных территориях Азербайджана продолжается разминирование. Однако из-за низкой точности предоставленных Армении карт процесс идет медленнее, чем мог бы. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на недавнем заседании Совета ООН по правам человека. Он напомнил, что со времени завершения Второй Карабахской войны и по сегодняшний день свыше 200 человек стали жертвами взрывов мин, установленных вооруженными силами Армении на азербайджанских территориях. Помимо этого, еще одной важной темой для Азербайджана остается охрана культурных памятников на освобожденных территориях, независимо от их принадлежности. Поступая в ООН, министр иностранных дел Азербайджанской республики еще раз подчеркнул, что официальный Баку неоднократно обращался в ЮНЕСКО с просьбой организовать визит миссии на находившиеся на то время под оккупацией территории страны. Однако организация проигнорировала все эти сообщения и не предприняла с тех пор никаких действий. Сегодня еще 150 азербайджанцев были эвакуированы из Одессы. Об этом сообщил председатель организации «Одесская диаспора азербайджанцев». В диаспоре также отметили, что все эвакуированные граждане Азербайджана направлены на границу с Молдовой. Вместе с тем, по словам руководителя общины, на данный момент в Одесской области находится около 30 тысяч азербайджанцев. Некоторые уехали из города на своих машинах, поэтому сейчас трудно сказать точное число граждан Азербайджана, покинувших Украину. Сегодня же посольство Азербайджана в Украине сообщило, что из-за сложившейся секущей ситуации в Киеве и Харькове невозможно организовать спецпоезд для эвакуации граждан Азербайджана. В посольстве призвали людей находиться в укрытии и соблюдать все меры безопасности, пока решается вопрос об их эвакуации. Напомним, что накануне в Министерстве иностранных дел Азербайджанской республики сообщили, что за время специальной военной операции порядка 4 тысяч граждан Азербайджана покинули Украину. Процесс эвакуации граждан Азербайджана взял под личный контроль президент Ильхам Алиев. По его поручению, национальный авиаперевозчик Азербайджана Азал ежедневно выполняет эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников, желающих вернуться на родину в связи с событиями в Украине. Вместе с тем, сегодня власти Азербайджана заявили о готовности принять беженцев из Украины. В основном речь идет о женщинах и детях, и не касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, так как сейчас на Украине действует закон о всеобщей мобилизации. Парламент Армении избрал в ходе второго тура президентом страны Вагна Хачатриана. За него проголосовал 71 депутат из правящей фракции гражданский договор. Для избрания было достаточно 65 голосов. Однако в первом туре депутаты от власти избрать президента не смогли, не хватило голосов. Оппозиционные партии, Аястан и Честь имеем не стали выдвигать своих кандидатов. Ранее Хачатриан занимал должность министра высокотехнологической промышленности. Напомним, что новый избранный президент Армении выступал за установление мира с Азербайджаном и налаживание отношений с Турцией. Он также подчеркивал, что с соседями очень важно жить в мире. Инаугурация пятого президента Армении пройдет на десятый день после выборов. Напомним, 23 января текущего года президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Причины этого он назвал отсутствие должных полномочий, что, по его словам, не позволяет главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. В Москве прекращается использование QR-кодов. Об этом сегодня заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге. Градоначальник пояснил, что эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму, и количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализации продолжает снижаться. Собянин подчеркнул, что это позволяет отметить значительную часть действующих ограничений. Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных и спортивных мероприятий. Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. Масочный режим как в столице, так и в регионах России пока сохраняется. Между тем, в Азербайджане также ждут смягчения карантина. До 1 марта текущего года в Азербайджанской республике действовал особый карантинный режим. Однако местные СМИ полагают, что в скором времени будут открыты сухопутные границы, отменят масочный режим и требования ковид-паспортов. По мнению экспертов, снятие ограничений вероятно на фоне отмены аналогичных ограничений в России, Армении и Турции. Британская компания Anglo Asian Mining, которая занимается разработкой золотоносных месторождений в Азербайджане, обнаружила новую субвертикальную золотую жилу «Хасан» на западе Азербайджана. Об этом сообщается на сайте компании. Золотая жила «Хасан» была обнаружена к югу от основного золотого рудника «Гаша» в ходе бурения с поверхности. Новая жила может быть легко доступна с уже существующих подземных шахт. Добыча руды из новой золотой жилы на «Гаша» ожидается во второй половине 2022 года. Британская компания отмечает, что в настоящее время оцениваются объемы добычи с новой жилы, которые будут достигнуты к концу текущего года. Специалисты заявили, что на данный момент ведется геологоструктурное окортирование золотой жилы «Хасан», а также планирование ее подземной разработки. Добавим, контракт между правительством Азербайджана и Anglo Asian Mining был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, британской компании – 49%. Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота, 2500 тонн серебра. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади «Гашам», расположенной в 50 километрах к северу-западу от контрактной площади «Гидобег». Ресурсы «Гаши» составляют около 40 тысяч унций золота.